Подкаст Интернатура. 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 Подкаст Интернатура. Добрый день. Сегодня мы вновь запишем очередную нашу беседу с Марком Сандомерским, который, я так понял, хочет поделиться своими впечатлениями после посещения Риба-Экифа, которого в народе позвали Риба-Киф почти как Риба-Кит. Впечатлений, я должен сказать, много. И народ там собралось, порядка 7 тысяч человек. И было о чем поговорить и что послушать. И самое главное, это заставляет задуматься о том, а что же действительно происходит сегодня с российским интернетом. Поскольку сегодня это уже не удел продвинутых одиночек технорей, как когда-то. и не только подростковое было в стое молодежных влечения, как это было еще несколько лет назад. Сегодня действительно можно сказать о том, что интернет институциализировался, стал одной из неотъемлемых сфер жизни нашего общества. Да, в интернет пришли как просто люди старшего поколения и с какими-то просто интересными своими поисками, там общения еще чего-то, так пришел и бизнес, что самое важное. Пришел бизнес. Не всегда, может быть, адекватно оценивал, куда он пришел, но так иначе пришел в интернет. Результатом чего как раз и вот эти все конференции, которые сейчас происходят очень часто, причем довольно-таки уже регулярно, чуть ли не каждый месяц что-то происходит. Конечно. Меня, например, весьма впечатлили количественные показатели. За год российский интернет вырос более чем на 8 миллионов пользователей. А во-вторых, почему это произошло? Потому что более доступным стал мобильный интернет, он стал доступен для молодежи, он стал доступен для людей, живущих в самых разных регионах России. Если раньше было традиционно так принято, что основную часть пользователей рунета составляли жители Москвы и Питера. Ну, не совсем так, с 30-х городов. Немножко еще в Новосибирске и Екатеринбурге. Реально, например, в 2005-2006 году еще Москва и Питер составляли больше половины, 60% интернет-трафика в рунете. В последние годы близко к половине. А вот на протяжении 19-2010 года регионы стали расти. Будущие рунеты прирастают регионы. Сибирь, Урал и так далее. К сожалению, этого еще не понимают многие наши интернет-деятели. Я когда-то задавал вопрос Рыкову в передаче «Рунетология». И он все говорил о том, что вот, поскольку только пользователи вонета, живущие в столице, интересуют рекламодателей, поэтому только здесь все происходит. Нет. Центр внимания перемещается теперь в регионы. И это внимание становится более широким, охватывает всего территорию страны сегодня. Маленькую ремарочку тут, может, неуместную. Но я, как человек, который периодически был в регионах, отметил такую интересную вещь. В Москве сейчас интернет хуже, чем во многих региональных городах. Конечно. То есть по качеству хуже. Я уж не говорю про 3G, который в Москве до сих пор толком не появился. Ну, давайте скажем правду. Он очень часто хуже и намного дороже. Да, да. К сожалению. Тяжело приходить в московские пользователи. Ну, ничего. Вектор меняется, вектор меняется. Спасадываемся. И с одной стороны, наш интернет становится более взрослым. И более взрослым потому, что пользователи взрослеют. Вчерашние подростки стали уже молодыми людьми. Опять или марочка, когда в Москве появился интернет, это были процентов на 70, исключая профессиональные сети, это домашние так называемые сети. Когда просто вот те самые подростки, брав где-то трафик, просто делили, растягивая провода по крышам, по деревьям, как угодно. Это все висело, это все. Ну, вот эта вот инициативная группа, которая тогда уже начала на этом делать бизнес. Это были правильные подростки, которые абсолютно правильно ценили ситуацию. Я преклоняюсь перед ними. А теперь эти подростки уже успешные бизнесмены. Да. И кроме возрастного взросления, еще и такое социальное взросление. И экономическое взросление, ровно это происходит. Экономическое взросление, я имею в виду то, что он монетизируется. И сегодня, очень явно это происходит, сегодня на интернете зарабатывают все. И это не только провайдеры. И это не только рекламисты и владельцы сайтов за счет размещения рекламы. Ну, вот блогеры подтягиваются. Происходит монетизация контента. Самый различный контент. И опять же, это связано с расширением аудитории интернета. Это потихонечку становится прибыльным. Просто это тенденция. Особенно и через блоги, через социальные сети. Это все видно. Но, к тому же, надо подчеркнуть, и может быть, для наших зрителей и слушателей это будет самое интересное, что происходит взросление рунета еще и в плане социального. Поскольку это стало частью жизни общества, это стало влиять на протекание различных социальных процессов. Постепенно это начинает формировать сами гражданские процессы в нашей стране. Конечно, нам далеко до западной электронной демократии участия, как это в Штатах, в Европе. Но и у нас действительно то, что происходит в губернаторе, становится заметным в социальной сфере. Я не буду повторять слова про сообщество Блок Медведев или появившаяся недавно группа блогеров, так как Болгоградского губернатора и еще такие региональные группы появляются. Надо сказать о том, что находятся люди и профессиональные паритуры, и журналисты, которые ругают социальные медиа, российские сети и блоги, за то, что они якобы мешают развитию нашего общества. По их понятию, то есть их общества. За то, что люди, высказывающие какие-то, может быть, даже мизиционные мысли в блогах и сетях, просто-напросто тратят свое время на просьбу, не выговариваются, но они никаких действий же не совершают. И к тому же становится все более заметно, что в блогах и социальных сетях люди очень часто хотят не столько обсуждать себя, но сейчас только развлекаться. В этом отношении, наверное, наши беседы нетипичны. Да, и, кстати, тут надо сделать опять же ремарку, что если понаблюдать, что по видеоблогам, что по аудиоподкастам, и все остальному, если эта тема, скажем так, немножечко серьезна, обычно комментариев минимум. При этом даже может быть немало просмотров, прослушиваний, но комментариев минимум, люди не знают, что сказать. Если это просто назовем так на уровне ха-ха, причем, может быть, тема даже, вначале, серьезная, но она на уровне ха-ха преподается, там будет довольно-таки бурное количество комментариев. И, соответственно, вот тоже это как раз к теме, насколько люди хотят развлекаться. Придя в интернет, им, ну, по меньшей степени, интересно, вот может то, что мы сегодня записываем. А больше, может, интересно, некое популярное шоу, ну, предположим, очень популярное шоу «Сийские письки шоу», к примеру. Понимаю, но, тем не менее, пока даже не многочисленные комментарии, которые есть в середине темы, они стоят гораздо больше, чем комментарии многочисленных тем развлекательным. Если реально посмотреть на то, что происходит, особенно в сфере социальных медиа в интернете, они становятся, с одной стороны, способом социальной психотерапии, а с другой стороны, способом социального роста для людей. Наверное, начать надо все-таки с социального роста. Можно сказать о том, что для наших сограждан интернет это такая площадка свободных высказываний. Здесь именно можно сказать о том, что волнует, об острых, злободневных проблемах, в которых официально средства массовой информации молчат. И тем самым можно привлечь внимание многих людей к привлечению на сущные проблемы. То есть это наш гайпак. Даже более того, я думаю, что это наш тренажер гражданского общества. Проблема в том, что в отличие от Запада, где люди, необходимость отставания своих прав, гражданскую позицию, не то чтобы с молоком в матери все это впитывают в детстве, но у них это отчетливо сформировано. У них просто есть некий уже сложившийся стереотип, который уже веками накоплен, годами или нет. То есть как у нас, как и в материалке, предположим. В культуре общества. Да, да. Давайте задумаемся. А в России-то что произошло? Ведь те изменения, которые в нашей стране случились на рубеже 90-х годов прошлого века и приход демократии в нашу страну на совершенно неподготовленную почву. В том плане, что психологические люди к какой-то там демократии совершенно были не готовы. И до сих пор продолжают в массе свои становятся таковыми. По исследованиям социологов, только 10% россиян демонстрируют или заявляют, хотя бы декларируют активную гражданскую позицию. А как можно по-другому в феодальной стране? У нас по-другому никак быть не может, потому что не было развития в другом направлении. То есть мы перешагнули с одного феодализма совершенно другой в свое время, да? То есть с российского имперского просто в советский имперский, не более того. Из страны, в которой было крепостное право, Россия еще в конце 19-го перешла в сторону, где оно формально де-факто, то есть де-юре отменено, а де-факто все равно присутствует. И также оно тихо, подскудно продолжало существовать в 20-е годы. Да, потому что абсолютно, особенно очень активно это было, конечно, в 30-40-е годы, если мы возьмем абсолютно крестьянство, да? 50-е годы, когда просто это были реально крепостные люди. Конечно же. И тогда оказывается, что проблема формирования гражданского общества в нашей стране связана с тем, что нет этого гражданского общества не только во внешней реальности, социальной. Этого нет психологической реальности, этого гражданского общества. Существует нет в головах людей. Его надо каким-то образом туда еще и положить. Но как это возможно сделать? Во время некоторой деятельности, хотя бы виртуальной обсуждения социально значимых тем, приобщения к ним, в психологии есть такое понятие присутствие. Удивительно оказывается, но многие люди не присутствуют в своей собственной жизни. Психологически недостаточно присутствуют. Не осознают в полной мире собственные чувства и мотивы, действительно внутренние причины своих поступков. И повышение степени психологического присутствия, рассматриваемого как рост личности, является рецептом, почти универсальным рецептом решения разных психологических жизнепроблем для людей. В этом плане интернет, особенно блоги и социальные сети, становится инструментом формирования социального присутствия. Соприкасаясь с важными проблемами общественной, обсуждая их, хотя бы в виртуальном пространстве, человек уже демонстрирует социальное присутствие и начинает постепенно понимать, что участие в жизни общества нужно ему, что и решение его личных проблем связанным с решением проблем общих социальных. Но кроме этого надо сказать о том, что интернет, блоги и социальные сети еще способ социальной психотерапии, как мы говорили. Что это значит? В нашем обществе очень много проблем, очень много противоречий, порой даже кажущихся трудно разрешенными, возникающих на таком простом жизненном уровне. Не какие-то высокие эшелоны власти. Нет, вот рядовой бюрократ, чиновник, мелкий клерк, который что-то зависит потом, создаёт для обычного рядового гражданина различные барьеры и трудно решаемые проблемы. И вносит в жизнь сображдан массу официальных стрессов. И у людей возникает в огромном количестве ощущений и недовторенности жизни, несправедливости, неправильности устройства социального. Но изменить сегодня они это не в силу. Что же тогда делать? Само по себе обсуждение этих проблем помогает людям сбросить эти эмоции и начать разумно подходить к тем проблемам, которые есть. Думать, а что же сделать-то нужно, чтобы эти проблемы решать? Подзрослеть. Конечно же. И в этом плане, наверное, я думаю, так же происходит взросление. Наверное, это взросление общества целиком. Модель взросления общества, образователя подражания. Я надеюсь, что оно так постепенно в нашем обществе будет происходить. Я думаю, это очень хороший итог нашей сегодняшней записи. Попросим только наших слушателей и зрителей прислать свои мысли по этому пункту. Да, и заходите. Либо ко мне на сайт Баркляфер.ру, либо в Лайджорнл господин Санданевска. Добро пожаловать. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал.